Друзья, всем привет! На связи как всегда Клауд Гео. Сегодня мы поговорим о проекте на платформе Vax. Он еще не вышел и я хочу рассказать свои мысли по поводу того, почему мне кажется, что он может стрельнуть. Ну а перед тем, как мы начнем, по традиции рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации по поводу различных NFT-проектов. Рассказываю свою аналитику, показываю сколько мне удается зарабатывать, как я вывожу деньги и многое другое. Если вам все это интересно, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка на него находится в описании к данному ролику. Что ж, давайте приступим. Проект называется Medium Rare Potato и это ресторанный бизнес на блокчейне в виде NFT-игры. И забегая вперед, хочу сказать, что здесь действительно будет механика введения бизнеса. Если вы участвуете в этом проекте, то у вас будет свой мини-бизнес, вернее может быть свой мини-бизнес, который вы сможете вести. У нас здесь красивые арты, как я уже говорил, проект располагается на платформе Vax. И внизу у нас есть дорожная карта, в которой написано, что первый запуск игры планируется в апреле 2022 года. Не могу, конечно же, не сказать о том, что у проекта пока есть только белая галочка, но, как я уже много раз говорил, для получения оранжевой галочки уже должна быть игра. Уже должен быть какой-то геймплей, а так как в апреле только выходит этот геймплей, оранжевую галочку данный проект пока получить просто не может. В чем вообще заключается суть данной игры? Здесь все просто. У кого-то будет ресторан, а кто-то будет поваром. Повар будет готовить различные блюда, за что будет получать зарплату. Эта зарплата и будет нашим доходом. Но, конечно же, большую часть денег будет получать именно владелец ресторана, потому что ресторан здесь практически находится наравне с землей в каком-либо проекте, допустим, Alien Worlds. И механика здесь тоже очень похожа на проект Alien Worlds. Сейчас мы об этом поговорим, мы находимся в белом листе. И здесь написано, что ресторан это недвижимость, по аналогии с землей и основная единица игры, в которой происходят все действия. И самое интересное, ребят, ресторан может установить процент, который повара будут платить, когда они получат свою зарплату. Процент устанавливается владельцам ресторана и может быть изменен только при закрытом ресторане. От 0 до 25%. Что все это значит? Объясняю. У кого-то будет NFT ресторана, а у кого-то будет NFT повара. И те ребята, кто имеет NFT повара, смогут прийти к владельцу ресторана и начать у него работать, за что будут получать монетки, которые потом смогут выводить в реальные деньги и тратить на свои нужды. А владелец ресторана может выставить свой процент, который будет взиматься с игроков, которые работают поварами в его ресторане, тем самым получая абсолютно пассивный доход. И это очень здорово. И еще раз повторюсь, что это очень похоже на механику в проекте Alien Worlds. И это просто замечательно. Я объясню почему. Я уже говорил в самом начале видео, что это будет похоже на бизнес. И если мы вспомним тот же Alien Worlds, то когда у людей были земли, они привлекали максимально различных пользователей копать на их землях. Тем самым в проект приходили все новые и новые люди, и курс на токен TLM очень сильно рос. И здесь ситуация очень похожа. Те люди, которые будут владеть рестораном, будут завлекать максимальное количество пользователей себе в ресторан, чтобы те у них работали и приносили им пассивный доход, давая им лучшие условия. И таким образом рост численности в этом проекте людей будет повышаться. Соответственно, он должен будет расти курс. И опять же, возвращаясь к проекту Alien Worlds, когда у людей были земли, они делали целое сообщество вокруг своей земли. У каждой земли был свой телеграм-канал. У некоторых земель, у известных земель были свои сайты. И люди даже с этими землями какое-то время становились популярными, вели стримы и получали новую аудиторию. И здесь тоже будет такая возможность. То есть, если вы станете владельцем ресторана, то вокруг вас будет обрастать сообщество, если вы будете давать им хорошие условия для того, чтобы они работали в вашем ресторане. И это круто. Таким образом, разработчикам не нужно прям супер закупать рекламу, потому что если они грамотно сделают и, допустим, раздадут пару ресторанов каким-нибудь западным блогерам, то эти западные блогеры, я уверен, нагонят очень много народа в этот проект. И таким образом он станет известным. Помимо всего этого, здесь написано, что ресторатор может продвигать свой ресторан. Например, вы можете купить рекламу за внутриигровые монеты и привлечь новых сотрудников и клиентов. Таким образом, разработчики сами намекают на то, что сюда нужно будет звать новых людей, для того, чтобы повышать свой пассивный доход. А также это является неплохим способом сжигания внутриигровой монеты, для того, чтобы сокращать волатильность токена. Вы спросите, Гео, а как нам зарабатывать, если у нас нет денег на покупку NFT ресторана? И я отвечу, вы можете стать обычным поваром. Вы можете приобрести NFT повара и работать в чьем-то ресторане, чьи условия вас будут устраивать. Тем самым вы будете получать внутриигровую монету, которую сможете также выводить в реальные деньги и получать свой доход. Давайте я кратенько пробегусь по некоторым другим механикам, которые будут присутствовать в этом проекте. Здесь будет шеф-повар. Шеф-повар отличается от обычного повара тем, что у него будет более расширенное меню. И о меню здесь тоже нужно поговорить. У нас здесь будут блюда. Отличаются они по редкости. Чем реже блюда, тем оно, по идее, должно быть дороже. Также у нас здесь будет система крафта. То есть, если у вас есть обычный повар, вы можете докупить некоторые NFT такого же повара, добавить сюда игровую монету и сделать повара более редкого, у которого будет больше возможностей, больше плюшек, соответственно, больше заработка. И это тоже является отличным способом сжигания NFT и сжигания токена для того, чтобы сократить волатильность этой валюты и чтобы она показала свой рост, а не падение. Также в данной игре сейчас есть white list. В white list вы можете попасть путем покупки NFT данного проекта и удержания их в своем инвентаре. White list дает вам преимущество на покупку NFT с дропов, которые будут проходить в этом проекте. Если вам это интересно, можете попробовать поучаствовать, возможно, вы попадете сюда. Ссылочку на white list я оставлю в закрепленном комментарии. Вы сможете посмотреть, попали вы сюда или нет. Также здесь есть поиск своего кошелька. Вот тут вы можете ввести и он ваш кошелек найдет, если вы находитесь в этом белом листе. Также я считаю важным сказать для своих зрителей, что у этой игры русские разработчики. Для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. Это уже каждый решает сам для себя. Но я хочу сказать, что Warspace тоже был с русскими разработчиками и он добился определенного успеха. Я не могу сказать, что там игра как-то стрельнула и показала себя очень хорошо. Но то, что спрос на паки был просто огромным, отрицать глупо. Поэтому, возможно, здесь будет все то же самое, а возможно и нет. Это покажет только время и нам останется только ждать и наблюдать за всем этим. Но так как здесь русские разработчики, было грех не попросить NFT для розыгрыша среди своих зрителей. И давайте поговорим о условиях этого розыгрыша. Все будет, как всегда, мега просто. Вам нужно поставить лайк под этим видео, подписаться на мой YouTube канал, подписаться на мой Telegram канал. Ссылка на него будет находиться в описании к этому ролику. И написать абсолютно любой комментарий с мыслями об этой игре. Через два дня я оглашу результаты в своем Telegram канале и каждый из вас, кто выиграет, получит приз в виде NFT повара. И вы сможете абсолютно бесплатно зайти в этот проект и начинать майнить какие-то монетки. Либо же эту NFT продать, это уже как вы захотите. В завершении этого видео я хочу сказать, что данный ролик не является финансовой рекомендацией или каким-то советом. Всегда думайте своей головой и решайте, стоит проект вашего внимания или нет. Но я хочу сказать, что у данной игры есть все для того, чтобы стрельнуть. И только время и упорство разработчиков покажут ее дальнейшие перспективы. Я надеюсь, что мои мысли были вам полезны. Если это так, то поставьте лайк, участвуйте в розыгрыше. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Клауд Гео. Всем удачи, всем профита, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok